Да, да, сейчас, да, прям вот включили, да, телевизор включили, в телевизоре сейчас всё, всё, да, иду, целую, да, да, доброе утро, дорогие телезрители, спасибо, студия, опять, опять разрывается мой телефон, всё, почему, потому что спешу сообщить, что 24 июня на Арт-берегу, на Левобережной набережной, если кто-то забыл, проспал, вот это событие появления Арт-берега в этом году, состоится Арт-субботник в рамках празднования Дня Молодёжи 24 июня, ещё раз говорю, и сейчас девчонки, которые будут показывать мастер-класс, заканчивают утренние эксперименты, чтобы показать тебе, дорогой телезритель, усладить взор, а о программе празднования Арт-субботника нам расскажет Марина Егорова, руководитель управления молодёжной политики, по молодёжной политике. Марина, расскажите, пожалуйста, что будет ждать тех, кто придёт 24 июня на Арт-набережную, только ли то, что мы успели показать в первом включении, или программа будет сногсшибательно, молодёжной, и не только вот сейчас наша старшая аудитория позадумывалась, но и для них найдётся уголок. На самом деле, вы правы, для всех найдётся уголок, но, собственно, сама программа начнётся в 11 часов утра, в субботу мы ждём всех на Арт-субботник. То есть первая часть Дня Молодёжи будет, собственно, посвящена украшению и оформлению набережной. У нас 8-9 чудесных лестниц, которые мы можем разукрасить по определённому рисунку, но, тем не менее, место для творчества найдётся всем. И у всех будет есть, те, кто придут к нам вместе посотрудничать, поработать, у них у всех будет уникальная возможность поиграть, выиграть в лотерею, например, самокат или кофемашину, или много других призов и подарков от наших партнёров и спонсоров. В 3 часа на главной сцене состоится розыгрыш. Так вот, с 11 до 3 мы оформляем, оставляем свой след, так сказать, на Арт-берегу. А с 3 часов, как вы правильно заметили, до 7 состоится большая серия различных мастер-классов, творческих локаций, лекторий. И всё это будет посвящено нашему экоследу на планете. Мы постараемся рассказать, как его можно уменьшить, как придать жизнь старым вещам, например, для того, чтобы их не выбрасывать. А если вы уж точно решили с ними распрощаться, то их можно принести на набережную, мы их заберём для тех, кому они более нужны, чем вам. И найдёт им более умное применение. Ну да-да-да, это касается гардероба, касается одежды. Или если вы хотите, например, свои тапочки белые, например, кеды, которые вот сейчас как раз моя коллега разукрашивает, придать им новый вид, то приносите их, вам расскажут, поможут, и вы вполне с них пойдёте дальше. Марина, к сожалению, всё охватить, всю программу, конечно, мы не можем, нужно приходить до чёртого июня, чтобы всё посмотреть, ощутить. А какая вечерняя программа? Вечерняя программа с 7 часов, мы вас ждём на Рушники, тоже наше место, где состоится Open Air, это дискотека под сеты диджеев, а также танцевальные наши коллективы покажут мастер-классы, ну и вы в этом смысле можете примкнуть к танцевальному движению, и пенная вечеринка вас ждёт, это как раз место недалеко от солярия, там мы будем вас ждать с 7 часов. Спасибо большое. И сейчас обратимся к Евгении, которая уже довязала, трудняшка, сегодня с 5 утра в душном помещении, этот коврик. Так, Женя, покажите, пожалуйста, что уже, вот, видите, это дачный коврик из полиэтилена, сколько пакетов ушло на него? Ну, на этот маленький коврик ушло порядка 30 пакетов, то есть вот он маленький такой, но 30 пакетов можно спокойно утилизировать. К сожалению, они у меня заканчиваются, как бы это странно не звучало, пакеты закончились, и не хватило немножко на бахрому, поэтому я обязательно это довяжу и покажу всем желающим 24 июня. Так что ищем Евгению, приходим с пакетами, желательно с чистыми. И Дарья нам покажет сейчас последний штрих, вот, я даже предложил, к чему я предложил Дарье руку? К Розе приложил руку, да. Скажите, пожалуйста, надо приходить в чистых кедах или можно вот прямо как мне сходу? В идеале кеды, конечно, должны быть чистые. Не обязательно новые вовсе, но чистые. Можно и не белые, можно совершенно любого цвета, акрил ляжет куда угодно. Спасибо большое, я напомню, что 24 июня, арт-субботник, отмечается, будет праздноваться День молодежи на арт-берегу студии, вам слово передаю.